Керчнет 30 секунд назад стал залпом Ну ты крут просто, я тебя опасаюсь Постарайся не дышать на меня Ладно, вы Проиграли Почему? Мы проиграли из-за моих ошибок Капитана как Капитана Поэтому проиграли Это конкретно моя ошибка как координатора команды Тебя будут пороть за это? Да Ну как бы а если серьезно то есть Ну как бы Это как бы главное Вот мы проиграли в большинстве из-за этого То есть мы там много раз оставались К-23 за вторую сторону выиграв первую в большинстве 5 в 3 конкретно И все эти 3 раунда отдали То есть и отдали их из-за моей ошибки Ну а это составляющая игры Еще меня поразило то что мы когда Играли с Wicked И мы выиграли эту игру там Вышли с третьего места из-за одного раунда Ну не важно Но весь зал Здесь в Днепропетровске Кроме команды Force Команды Virtus.pro и еще парочки людей Болел против нас У нас в стране Поэтому на самом деле это странно как-то Расстроило немножко Может ты что-то плохое сделал там Что они против вас болели? Я не знаю Может быть здесь просто В этом городе Нет наших фанов совершенно Потому что тут все болеют за ДТС Но чтобы настолько вот откровенно Как бы Жаль То есть ты не ожидал такого Что будут болеть за поляков? Мы не обращали на это внимание Совершенно Ну как бы ты играешь на сцене да Ты абстрагируешься от этого всего Ну вас не закидывали помидором? Ну нет конечно мы же выиграли как бы Но просто проблема в том что Еще опять же вторая проблема Мы выигрываем да То есть мы вот берем последний раунд И знаем что мы не выиграли в плюс 7 Который нам надо было А выиграли в плюс 6 И ты не радостный что ты выиграл У нас столько серьезного соперника там да Все дела А ты просто кидаешь наушники в монитор И говоришь ПИИП То есть И ты понимаешь как бы что это значило И после этого в расстроенных чувствах При том что только что выиграл Команды Wicked Которая там Я вот 5 недель назад сносила многих на этой карте Там На нюке Садишься и проигрываешь ее К23 Ты знаешь как называют тех кто К23 у нас проиграл в России? Играчи Титулованные Спасибо Ты тут только пока первый раз У нас есть еще более титулованные играчи Я знаю но Мы Ты будешь стремиться к этому или нет? К более титулованным игрочам? Но Асус зовет Скажем так Посмотрим на самом деле Ну мы сделали некоторые выводы Уже То есть мы Скажем так Если бросаться уже Да Вы разобрали свои ошибки? Нет Мы не разбирали свои ошибки Как бы их не было Была моя Поэтому Ты что там в районе того как игра шла Ты там юпорн смотрел или что? Я не понимаю Ты говоришь так Что был твой косяк Ты неправильные тактики толкал? Нет То есть Команда в большинстве Она обязана просто пойти вместе и взять раунд Ну без вариантов А мы вот как то так Рассеянно и неправильные решения принимались Мною конкретно То есть в этом проблема А вообще в принципе Мы как бы очень плохо тренировались У нас были проблемы Внутри команды Очень серьезные До чемпионата И как бы частично Мы их разрулили за два дня до чемпионата Мы все таки встретились Мы все таки поговорили Мы все это решили Все было клево И на чемпионате Мы все таки почувствовали Что мы опять команда Только на этом чемпионате Спустя кучу проигрышей уже Да Мы почувствовали что мы команда И вот Все выиграть в лузерах Там мы нереально тащили Там была куча вообще Каких то Феноменальных раундов В нашем исполнении А потом Мы подарили игру За вторую сторону Вот взяли и так Ребят ну вы так давно не выигрывали Давайте мы вам подарим игру То есть вот из этой серии Может быть это обидно Для К23 Но мы действительно подарили игру Ну и в принципе все А сейчас мы едем тусить И все клево Ты кстати в курсе Что вот после игры С Лимон Докс Когда ДТС играли В вашем украинском стане Прибавилось рулонов Аркелов сыграл 0 на 15 Вообще никто от него Такого не ожидал Ну вот Это еще раз подчеркивает то Что во-первых у всех бывает А во-вторых Учитывая его статистику 0 на 15 Команда могла выиграть игру Да И это еще раз подчеркивает Что это не решает Ни-че-го Вообще Просто вот Вот так вот В принципе Еще я думаю Что произойдет Так же как на рекруте Мы будем единственной командой Которая не проиграет чемпионом Опять Но Как бы денег в кармане От этого не прибавится Поэтому вот Вот такие дела Как-то что Про Про 100 скажешь Они в последнее время Насасывались А тут Прошли дальше вас Ну Керчин это ДТС А Про 100 смотри играют еще Ну вот сейчас с лимонными писами Как раз Не обидно? Ну как бы Мне не обидно Потому что я все равно Болею за Украину Я сейчас вот играю Вот тут у нас рядышком Со всем Лимон Докс Про 100 Я болею за Про 100 Но Тем не менее как бы Обидно за себя А не обидно за то что кто-то прошел дальше Вот только так У нас как бы очень дружная комьюнити Ну не то чтобы очень дружная комьюнити Но все топовые команды дружат И это редкость И мы это ценим По крайней мере я это ценю и берегу Вот для себя Я не знаю Я во всех странах Вот как не смотрю Как не слушаю То топовые команды Они у них там жесткие контры Вообще постоянно У нас Что у вас были И Мы вот нашли ту золотую середину Когда кому-то нужно придержать А кому-то добавить И вот так и получили баланс Вот ровную линию в над графе Типа Хороший пинг И все клево стало У нас было просто так что Сначала был авторитет у кого-то Потом он стал у кого-то другого Потом авторитет пропал у всех И все начали посылать друг друга Вот А потом все стало нормально Сейчас Как раньше И вот я уверен что через две недели Asus Мы получили на него автоберст Мы не будем играть отборы Как бы огромное спасибо нашим спонсорам За то что они готовы оплатить нам неоплачиваемую квоту Хотя мы могли бы побороться на отборах Их аж две Что они нас освободили как бы от этой тяги И еще играть отборы И от напряженного графика Вот Мы будем тренироваться И я думаю что Ну мы будем нормально тренироваться уже Потому что мы как бы сплотились немножко Не знаю как после поражения будет Но на чемпионате по крайней мере И я думаю что На Asus как бы Команда только из СНГ И вот на самом деле для нас Вот для нашей команды Это проблема Не то чтобы потому что все знают как мы играем Хотя это тоже Но Но В любом случае против Вот Буржуйской команды Любой кто бы это ни был Я уже проверил это на себе Мне В сто раз легче координировать команду Потому что Команда не то чтобы не ожидает Мы играем миллион по СВ со всеми Но команда по крайней мере не читает это так Как читают эти СНГшные команды В СНГ мы очень хорошо стреляем Asus 4Game 17 дюймовые мониторы Мы придем Сядем и будем Умывать в голову Все Когда мы сели на сцену Мы знали что мы будем играть Игру в зале Нам будет сложно сегодня Сейчас в К23 И в тот же момент мы знали что Если мы выиграем то со сцены завтра У нас никто не выиграет У нас такие же компьютеры на сцене И такие же мониторы То есть когда мы сели играть на сцену Я так увидел этот монитор и так Сейчас что-то будет Вот Из этой серии Вот Но на самом деле Обидно что проиграли В то же время хорошо что проиграли Очередной раз даст стимул Как бы Хочу передать всем привет Спасибо тебе что ты есть Потому что я очень люблю IIM Central на самом деле И это лучший сайт в СНГ В данный момент Реально То есть приятно зайти на сайт И почитать что пишут люди Мне это очень приятно И как бы Это единственный сайт На котором критика Действительно конструктивна То есть Был креатив В котором написали Перед ДТСом Что мы в четверке претендентов Но мы самые слабые из них И это был факт Как бы То есть вот То что люди видят Правильно Правильное видение у людей Я не знаю откуда оно привито там Но оно правильное Мне очень приятно Что есть такой сайт на самом деле Я понял Слушай Вот там сравнил Кстати Один из ребят Который на геймцентрале Вас с тем Что вот сейчас у вас Начинаются какие-то проблемы Которые были в виду спорта То есть вы клевая команда Но вот В плане того что он сравнил вас Что вы не ездите никуда Вы вот И выезжаете только на те турниры Которые находятся вот в Украине На Асусы И вот Ну Геймгюн например Дримхак Еще что-то Вы туда не ездите С чем связано Проблема со спонсорами Или у вас нет уверенности Очень Сложно Со спонсорством Как бы не потому что у нас плохой спонсор А потому что Кризис в стране Причем Именно Украину Ну Кто смотрит новости там или читает статьи Да в интернете То знает что Украина вторая страна В мире По кризису сейчас Ну как бы Это 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 очень большой вот аргумент Скажем так Почему мы не ездим И тем не менее Есть Геймгюн Я очень хочу Чтобы мы выиграли Асус И если мы выиграем Как бы Была там Микродоговоренность Ну как бы на словах Да Если покажете результат Мы об этом подумаем Да от спонсоров Но очень хочу чтобы даже Если мы выиграли Асус Вот ребята поняли Что не нужно потратить эти деньги Там и 3600 долларов Или что-то типа такого Это ровно поездка Ровно По деньгам То есть я бы очень хотел Чтобы у ребят Когда-то появилась Такая уверенность И такой энтузиазм Чтобы они были готовы Потратить свои деньги Да Сдать бутылки Взять кредит Сдать бутылки Взять кредит То есть допустим Выиграть какие-то Даже частично Какие-то деньги Частично добавить спонсор К примеру И поехать на европейский чемпионат Это совсем как бы другое Я там не был Честно Но Как бы мой опыт вообще Какой-то хоть примерно Плюс есть Старикс Который был на том же Геймбюне Да И Тарас Который был в Германии Крафтик И как бы это совсем другой уровень Вообще Качественно другой уровень И я знаю, что вот там Я уверен, что там Мы будем играть гораздо лучше Чем на просторах СНГ На выезде вообще полегче играть Мы играем всегда лучше И даже сейчас Вот в Днепропетровске Как бы я дома Я здесь родился И тем не менее На выезде Ты выкладываешься гораздо больше Потому что не хочешь домой Ты всегда тащишь до конца Форс выигрывали у нас 15-4 А игра закончилась 16-14 к примеру Но мне хватило чуть-чуть То есть ты здесь как бы Всегда играешь лучше Мне тяжелее играть в Киеве И вот Я очень надеюсь, что у нас будет возможность Поехать на геймбюне Я просто как бы Это в данный момент Единственная моя вот Цель в кейсе Скажем так Вот в этой отрасли Моя жизнь Она занимает большую часть И я очень хочу в Испанию Плюс Испания моя любимая страна Я болею за сборную Испании По футболу? По футболу, да По футболу за Испанию По хоккею за Россию Все как надо Все по-братски Я понял Ну что, я уверен на самом деле Что если Как ты сказал, что ты уже принял Бутылок вам хватит Сдать и поехать на геймбюне На самом деле Я услышал Вот единственный Первый человек, который сказал мне То, что я хотел услышать Человек, который высказал о том Потому что, да Мы Хотелось бы там Ну, половину от спонсоров В половину от наших Наших денег Чтоб чувствовалась ответственность Ответственность Что ты в себя вкладываешь Свои же деньги Да Никто мне никогда Из спортсменов наших Такого не говорил Ну как бы у меня всегда было Вот всегда Во всех командах, в которых я играл Мне говорили Это абсурд А мне нужно ехать на этот чемпионат Там и так далее Такое было всегда И как бы Майор Веня Да, я знаю, что Это не просто прокачает команду Скажем, перед ВЦГ Да, перед финалом украинским Это не то, чтобы добавить уверенности Не то, чтобы добавить опыта Но я знаю, что мы Там Сыграем хорошо Кем бы ни были наши соперники Я в этом уверен просто На любом ПЦВ С европейскими командами Мы просто Выгоняем с карты Очень часто Очень титулованные команды Как бы они злятся Даже те же Та же команда Wicked Она там В один день может отлететь много карт В другой день может выиграть много карт Команда Emulate Точно так же Команда СК Перед Код-5 квалификацией Своей Которую они выиграли Там у MoSport взяла пять раундов на Inferno Пять Из тридцати То есть То есть Как бы Нам легче играть с буржуями Я не знаю почему Может быть это стиль игры Есть удобный и неудобный соперник Как бы К-23 для нас удобный соперник Но это были мои ошибки Meme Wicked Для нас удобный соперник И есть допустим Некоторые команды Там как DTS Они для нас неудобный соперник Потому что они все знают Есть шведы Которые тоже неудобные соперника То есть те команды Которые играют вот так вот Немедленно А вот так вот 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 они вот Да Как бы Ну и Я очень надеюсь Что мы поедем в Испанию До встречи на ASUS Опять же Подожди Проверка Последний вопрос Сколько команд от страны едет на WCG в этом году? У нас Вообще Два Ты знаешь Блэд не знал Я еще как бы Не совсем умер Это еще в процессе ночью сегодня Ну а Ну ладно Да Я буду там же где ты Я не буду снимать Но я как бы запомню Давай Удачи тебе Спасибо за интервью Да увидимся Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!